Саллюсти Гай Саллюсти Крисп Который не отличался скромным образом жизни Ходили упорные слухи о том, что свои несметные богатства Он нажил нечестным путем Саллюсти любил роскошь, пиры и общество женщин Друзья, жизнь мимолетна Каждый день нужно прожить, будто он последний Сегодня получить все удовольствия, а завтра, а что будет, то и будет И вдруг этот человек, словно прозрев, становится историческим писателем Который увещевает своих читателей Жизнь, которой мы радуемся коротка Потому нужно стараться оставить по себе долгую память Слава, какую дают богатство и красота, скоротечна и непрочна Доблесть же, достояние блистательное и вечное Мудрые слова в устах кутилы прожигателя жизни удивляют Отчего произошла такая перемена во взглядах Саллюстия? Да и вообще, что мы знаем об этом человеке? Вот что он сам поведал нам о себе Меня самого, подобно многим, еще совсем юнцом, охватило стремление к государственной деятельности Но тут меня ожидало много огорчений Вместо совестливости, воздержанности и доблести Всюду процветали наглость, подкупы, алчность Хотя в душе я и презирал все это Но в окружении пороков и моя неокрепшая молодость Была не чуждая этих пороков Я, осуждавший дурные нравы, сам желал почестей Но вот после многих несчастья и испытаний Дух мой успокоился Я вернулся к мечтам моей молодости И решил описать жизнь римского народа И начну я с заговора Катерины Главный труд Солюстия «История» сохранился лишь в небольших фрагментах Зато в наших руках оказались другие его произведения В Риме существовала пословица «Экс унгве леонем» То есть «Узнать по когтю льва» Есть сходная русская пословица Видно сокола по полету Вот и о Солюстии можно судить по этому труду О заговоре Катерины Имя Люция Сергия Катерины Нам более всего известно по гневным речам Цицерона Направленным против этого человека Да коли же ты, о Катерина, будешь злоупотреблять терпением нашим Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим И раскрыть то времена О, нравы! Сенат все это понимает Консул видит А этот человек все еще жив Он прав! 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 Сенат! Прав! Не пожалел черной краски для Катерины и Солюстии Уже в ранней молодости Кателина совершил много гнусных преступлений Его мерзкая душа, враждебная богам и людям, не могла успокоиться Угрызения совести изнуряли его Лицо его было без кровинки Взгляд блуждал Он то будто бы бежал, то едва волочил ноги Словом, он был похож на безумца Несмотря на свой рассеянный вид Безумцем Люций Сергий Катерины не был Он умел собрать вокруг себя преданных ему людей Любой завсегдатый харчевин, который промотал отцовское имущество Все осужденные по суду Лжесвидетели и убийцы Наконец все те, кому нищета, позор и дурная совесть не давали покоя Все были друзьями Катерины Пожалуй, сегодня мы назвали бы Кателину революционером Он хотел ограничить права Сената Списать непомерные долги крестьян Дать землю городской бедноте Этот Патриций был за социальную справедливость Для осуществления своих планов Он готов был пойти на самые радикальные меры Убить Цицерона и поджечь Рим Катерина был прекрасным оратором О том, что я задумал Все вы вместе и каждый порознь уже знаете С того момента, как жалкая кучка богачей захватила власть Все мы, честные труженики Попали к ним в кабалу До каких же пор мы будем терпеть эту несправедливость? Не лучше ли умереть в бою, чем влачить жалкое существование? Верно говори, Родина! А что? И пойдем, и повоюем И пойдем, и повоюем! Богов и людей привожу в свидетели Победа будет в наших руках Сильна наша молодость Дух могуч, а у богачей с годами все силы иссякли Верно! Ах, как верно! И точно! Такого пальцем ткни в живот и насквозь проткнешь Они жирные, жирные, как стуни Шрепни его пониже спины Он до вечера трястись будет И у таких жалких людей есть все А у нас ничего Разве это правильно? Разве это справедливо? Они тратят деньги на глупые прихоти А у нас бывает, что и поесть нечего Так проснитесь Вот она, свобода, перед вами! Где? Где? Что-то я никакой свободы не вижу Ага, ты тоже! А я думал, что это у меня с глазами плохо стало Свобода уже с вами А перед вами богатство, почет, слава, фортуна за вас Я поведу вас к победе Эй, Кателина, а если толстые станут защищаться? У них же армия, легионеры Когда я стану консулом, вы получите все Ты сначала стань консулом, а уж потом мы поговорим Вы мне не верите? Что ж, слушайте Я отменю все ваши долги Я отберу богачей все их привилегии и отдам их вам За это я готов пойти повоевать За это я готов пойти? Безумие хватило не одних только заговорщиков Весь простой народ, желая перемен, был на стороне Каталины Нашлись доносчики, которые раскрыли Сенату замысел Катерины Заговорщики были схвачены и казнены Самому Кателине удалось уйти из города Он собрал войско, но был окружен в горах Перед решающим сражением он обратился к своим воинам с речью Когда я смотрю на вас, солдаты, и думаю о ваших подвигах Меня охватывает великая надежда на победу Если фортуна отвернется от нас Не позволяйте врагам перебить вас, как скотину Сражайтесь, как подобает мужчинам Если они одержат победу То пусть она будет для них кровавой и горестной А врагам, врагам Умрем за свободу Умрем за этим толстым перцем Когда битва завершилась, можно было увидеть, как велики отвага и мужество войск Катерины Чуть ли не каждый, испустив дух, лежал на том же месте, какой он занял в начале сражения Самого Кателину нашли далеко от его солдат, среди вражеских тел Он еще дышал, и его лицо сохраняло печать той же неукротимости духа, какой он отличался при жизни Из всего войска Катерины ни один гражданин не был взят в плен Так мало все они ценили жизнь, как свою, так и неприятеля Победа не была ни радостной, ни бескровной Все самые стойкие бойцы либо пали, либо покинули поле боя тяжело ранеными Многие солдаты, вышедшие из лагеря пограбить, когда переворачивали тела врагов Видели один друга, другой родичи Так все войско испытывало разные чувства Ликование и скорбь, горе и радость Зачем пишутся исторические сочинения? Не только для того, чтобы запечатлеть события далекого прошлого Они дают нам образцы поведения и предупреждают об опасностях То, чего люди достигают, возделывая землю, плавая по морям, возводя строение Зависит от доблести И вот те рабы своего желудка, любители поспать, невежественные, неотесанные Провели жизнь подобно путешественникам Им тело служит для наслаждения, а дух только обременяет этих лентяев Их жизнь и их смерть я оцениваю одинаково Но действительно живущим и наслаждающимся жизнью Я считаю только того, кто полностью отдается какому-то делу Ищет добрые молвы о своих достославных деяниях или прекрасных качествах Будьте смелыми и активными Если вы верите во что-то, отстаивайте свое мнение Даже если вы окажетесь в меньшинстве Даже если вам грозят опасности Идите до конца, и победа будет на вашей стороне Отвага и доблесть делают людей достойными уважения и славы Именно об этом и писал в первом веке до нашей эры Римский историк Гай Солюстий Крисп Римский историк Гай Солюстий Крисп